Привет! Сегодня мы поговорим о закате гитаритма в Европе. Когда первый раз я попал на Music Mesa во Франкфорд, это выставка, в 97-м году, я просто офигел. Честно, вот после Москвы, где только все начиналось, ты приходишь на эту выставку, павильон гитар занимал просто вот такой ангар, просто куда можно было закатить там Boeing какой-нибудь 747-й, просто немеренных размеров, и все было под завязку, забито гитарами, усилителями и всем чем угодно. Там просто движ стоял нереальный. То есть у тебя один стенд Fender занимал там, ну просто как вот там спортивный зал, потом там столько же занимал там Ibanez, Gibson, и за один день, то есть там были просто топовые все гитаристы, они во Франкфорд приезжали. То есть и ты за один день мог там в 11 утра посмотреть, как нам с Тивой презентуют свой, тогда было 10 лет этого джема, вот он там в 97-м что ли году презентовал 10 лет джема, потом там в 12 часов там какой-нибудь концерт, это не концерт, а воркшоп Джона Петручи, в час там какой-нибудь Фрэнг Гамбали, а там на закуску еще какой-нибудь там менее известного гитариста, о которых, кстати, вот всякий Винни Мур, там Дэйв Ульрих и вся вот эти вот, кого-то менее известные, их уже никто не считал. Они могли себе джемовать где-нибудь в углу, и на них просто даже внимание не обращали. Просто реально движ стоял, моделей гитарны было просто дофига, и все как бы просто этими гитарами кишило. В 98-м тоже было классно, там приехал Лысый Сатриани, презентовал свою Crystal Planet, прозрачную гитару, вот, тогда, по-моему, еще Фрэнг Гамбали тоже приехал, вот, то, что там Петручи что-то презентовал, в один из вот этих годов в конце 90-х, там был Джефф Бэк, к нему там была немеренная просто очередь, то есть там просто вот народ такого вот уровня приезжал, вот, после чего, значит, в 99-м году я там уехал в Англию, и, соответственно, на выставку больше не ходил. А в следующий раз я на нее попал, там, в 2006-м году. Когда я туда попал, вот, в 2006-м году, то есть как бы снаружи вроде все так же, но когда я вот я увидел этот зал, там, во-первых, в этом зале, кроме гитар, электрических были еще басухи, чего раньше не было, и, по-моему, еще часть акустик, остальные там акустики где-то были в другом месте. Из там топовых гитаристов там не было вообще, причем мне сказали, что они уже давно туда не приезжают. Было пару акустических, там Дойл Дайкс, по-моему, с Томми Эммануэлем. Было еще, значит, там парочку, но уже как бы все, уже там стенд фендера был там никакой, половина марк вообще там не приезжала, там какие-то вот там типа PRS, я не помню вообще, был он даже или нет. То есть и движ уже такой был, как бы вот уже как бы вроде никому это все и не надо. Вот. Из топовых гитаристов не было никого вообще, было парочку вообще неизвестных, но я тогда поднялся на этаж наверх и посмотрел, что творится вот в зале, где диджеи. Там просто вот стоял движ времен 90-х годов гитарного стенда. Там просто презентовались какие-то новые модели контроллеров, какие-то топовые диджеи выступали. В общем, там реально в 2009 году движ был просто конкретный. Вот. Но все прошло и сейчас говорят, что и диджейство тоже в общем как-то достигло таких стабильных показателей. И тоже особо не это самое. А что касается гитаризма, я даже боюсь предположить. То есть все наверное сейчас умещается в каком-нибудь маленьком таком павильончике, где у тебя там перемешку электрогитары, басы и акустика, и усилки там и все вместе. Вот. Туда от силы заезжает какая-нибудь среднеевропейская звезда какая-нибудь там раз там в три года. И просто сейчас наверное вообще там ничего нет. Поэтому уже можно сказать, что гитаризм он в общем как явление. Вот как вот он был такой как в 90-х годах. Это что касается Европы. В Азии говорят вообще все по-другому. Там все классно. Гитары продаются. Ямаха туда там катает всех европейских звезд. Там все говорят вот как у нас было раньше. А Европа скорее всего больше уже вряд ли в странах. Где остались еще более-менее гитаристы, вот школа все и вот классно, интересно все. Это вот у нас в России конечно же. Из Европы. Вот в Италии есть еще более-менее интересные ребята. И в общем очень такие вот толковые. И вот там гитарей занимаются. И все. Бразилия что-то неожиданно вдруг как-то вот высвистила. Там Матео Сассато, Лара Базилио, Андре Ньери. Бразильская школа тоже очень сильная. У них очень интересные тоже гитаристы там. Вот. Ну Азия. Я мне сказал, что это прям сильно очень интересно. Но они такие очень прям методичные, неплохо, да. А все остальное вот там Германия, Англия. Англия там конечно есть Гатри Голан. Но в общем, как я уже говорил в другом виде, что в Англии больше любят блюз там и там фанк. И такой вот рок 60-х. Им не очень все эти метальные запилы нравятся. Азия.